Всем привет! Это видео я решила записать, во-первых, чтобы поделиться своими результатами, я бы даже сказала успехами, от использования тех ключей, тех советов, которые даёт Яна Корнилова. Ну и, во-вторых, для того, чтобы выразить Яне мою глубочайшую благодарность за то, что она, прямо не побоюсь этого выражения, изменила мою жизнь. Ну, начну, наверное, с того, что за последние полгода произошло много разных событий в моей жизни, достаточно интенсивно это происходило, динамично и интересно, даже с позиции пути без пути. Ну, вкратце, если сказать, то ситуация следующая. У меня есть определённый диагноз, которому привело неправду в себе. многолетняя. И благодаря Яне, использованию её ключей, постепенно я научилась распознавать сущностное и личностное в себе. И вот именно вот это распознавание и дало результаты, которые есть сейчас у меня в жизни. Во-первых, мне удалось с помощью сути принять правильное решение по поводу моего лечения. И всё сложилось так, что то, чего я ожидала, самое худшее и страшное для меня, оно не случилось. Но я была готова к наихудшему варианту лечения и того, что мне придётся пережить. То есть произошла внутренняя сдача, о которой говорила Яна не раз и в своих постах, и в беседах со мной лично, и в видео. Произошла вот эта сдача, когда я сказала себе, что да, я готова к тому, что будет так. Но, когда я это проговаривала, я очень чётко слышала ответ внутри сущностный, что всё будет не так страшно, как ты думаешь. Но я ещё тогда не понимала, о чём речь. Я думала, что, ну, может быть, не будут такие побочные эффекты или как-то всё более мягко пройдёт. А оказалось, вообще совершенно всё по-другому произошло, и лечение совершенно другое было назначено, очень современное, и где-то даже, может быть, для стандартной, обычной нашей медицины, которая где-то не очень-то хочет развиваться, непривычная, скажем так. Также произошёл такой интересный момент, что результаты исследований показали очень-таки нехорошие были показатели. Но когда я обследовалась через какое-то время повторно, оказалось, что этого нет. Вот такое произошло как бы чудо, да, если можно так сказать. Но это и есть чудеса, что когда мы сущностно проживаем в моменте какие-то моменты, в моменте моменты, то оно и случается, разворачивается с собой же, эта реальность очень неожиданная, когда у тебя есть сущностное проживание и правда себе. Это один такой небольшой нюанс, который показывает, как всё складывается, когда есть вот это взаимодействие, когда человек идёт в это с большим-большим намерением. Здесь очень важно намерение, как всегда говорит Яна. Оно даёт, ну, наверное, 50% результата, минимум 50%. Также я улавливала очень интересные вещи, о которых говорила Яна. То есть от взаимодействия со своей Личностью, чем чаще ты, чем больше ты в этом, тем больше ты видишь различные её проявления и как она постепенно усовершенствуется в своих попытках захватить тебя. Но если ты на чеку, если ты бдителен, если ты научился различать уже сущностное и личностное с собой и в себе, а Яна очень чётко и последовательно объясняет, как это делать, то постепенно ты приходишь к тому, что Личность, она уже не имеет такого захвата. Она уже не может так топорно действовать, обдурить тебя. И ты всё время бдительен, ты всё время наблюдаешь, у тебя всё время есть вот этот люфт, о котором говорит Яна. И ты успеваешь, прежде чем это станет твоей мыслью, которая тебя захватит, уже на корню как бы это отловить, увидеть на уровне ощущений. И случился ещё один интересный момент в моей жизни. Я встретила человека, и вот этот курс Янин, закрытый марафон о принце на белом коне, очень мне помог не упустить эту возможность, этот шанс. Потому что встретить я этого человека, ну не знаю, год назад, наверное, я бы прошла мимо. ну образно говоря, потому что был образ о любви, очень хочется личности чувствовать себя влюблённой, очень хочется личности принца на белом коне, но всё настоящее и человеческое, человечное, упускается в такой ситуации. и вот благодаря тому, нашим беседам с Яной, благодаря тому, что я внемлю тому, что она говорит, даже если когда-то я ещё чего-то не понимаю, и потом я всё равно через своё проживание к этому прихожу. Я встретила этого человека, это оказалось, это случилось очень неожиданно, и человек оказался именно, как говорится, моим человеком. Но я расскажу, наверное, о том, как я была сначала внутренне к этому не готова. Ну, так моя личность себя проявляла. Мы с Яной говорили об этом не раз, и она мне спрашивала, хорошо, назови день, когда ты будешь готова встретить вот этого человека. Назови день, час. Потому что личность всё время придумала какие-то отговорки, что мне сейчас не до этого, мне надо на здоровье концентрироваться, опять же, уловка, да, то есть нельзя делить здоровье и нездоровье, это всё деление. Вот есть момент, как я в этом моменте, как я его проживаю, и в этот момент входит всё, нельзя отделять, потому что, когда ты отделяешь, как мне объясняла Яна, то оно никогда и не наступает, потому что вот сейчас не до этого и не до этого будет никогда, потому что это просто уловки личности. и вот знаете, в один из таких разговоров с Яной буквально недавно он мне сказал, хорошо, назови, когда готова, и вдруг я поняла, что да никогда это не наступит, что это действительно отговорки, и я вдруг в себе решила вот это намерение, ну, я сказала себе, нет, я пойду в это, не знаю, не готова я, как мне кажется, ничего не светит, как мне кажется, и это невозможно не нашептывать личность, но я просто пойду в это, я должна это сделать, и я сделала этот шаг, и события развернулись так, что тут же это случилось, вот прям буквально в течение двух дней, это было очень неожиданно, и но в то же время оно очень естественно произошло, и что я хочу сказать, что когда, то есть вот благодаря этим применением ключей я научилась распознавать личностное и сущностное, но, конечно, работа над собой еще бесконечная, с собой по взаимодействию и распознаванию, то что никогда, ну, нет конечности, да, личность, она все равно не успокаивается, очень много всего, что нужно смотреть, прорабатывать, куда копать, но когда ты правдив с собой, когда у тебя есть намерение, то все начинает разворачиваться именно вот так, как выглядит, как чудо, да, проявления такие, кажутся чудесами, потому что вот эта правда себе, она и проявляет собой же вот эту реальность правдивую, настоящую, и вы знаете, это такая большая разница по сравнению с тем, даже когда я была полгода назад, какая я сейчас, все-таки даже когда кажется, что что-то не получается, вот я слушаю Яну, или я не могу, у меня не получается излюбленная песня личности, все равно, если ты в это идешь и делаешь, это не будет безрезультативно, и здесь, конечно, очень важно настоящее намерение, то есть намерение не с тем, чтобы получить результат, а намерение вот познать свою суть, слышать ее, я призывала, я это намерение взращивала, то есть я говорила себе о том, что я понимаю, что мне его недостаточно, я не знаю, как сделать, пожалуйста, суть, помоги мне взрастить это намерение, ну, в моем случае это сработало, и сейчас уже то наблюдение, которое оказалось таким напрягом, оно стало частью меня, да, пусть оно не расхлопнутое еще, не всегда, да, пусть оно, а может быть, где-то когда-то все равно выпадаешь, но это уже часть меня, то есть то, какая я была полгода назад, и как мне это было сложно, сейчас совсем все по-другому, действительно приходишь к выводу, что все очень просто, на самом деле все так просто и прозрачно, и истинно, она проста, и это правда себе, она настолько важна, что если ее где-то нет, все, обязательно жди, что это снежным комом нарастет, и потом каким-то образом будет тебя задавит, этим придавит, в общем, я что хочу сказать, что то, что дает Яна, вот в очередной раз просто хочу подчеркнуть, что насколько это уникально и важно, и насколько это истинно, потому что ну нет больше такой информации, никто больше никогда мне не смог так помочь, как помогла Яна, действительно, она видит и знает все, вот если это все соблюдать и делать и быть ты уже сам начинаешь видеть и быть правдой себе это опять же подчеркну в очередной раз, главное быть правдой себе и просто идти в это, просто делать, ты вдруг начинаешь все больше, больше, больше открывать, замечать, прозревать, в общем, Яна, огромная благодарность тебе, я не знаю просто вообще ну это чудо, это чудеса, то, что происходит, это реально работает и работает очень круто, это так удивительно, когда ты эту реальность разворачиваешь собой и ты видишь и слышишь сущностное и личностное способен различать уже когда, это, ну это просто дорогого стоит и не хватит и не хватит и не хватит никаких слов, чтобы это выразить и выразить свою благодарность. и я обращаюсь и я обращаюсь ко всем, кто слушает Яну, кто читает ее, вот правда, даже если где-то у вас сомнения, но если вы действительно хотите себе помочь, вот просто идите в это, вы увидите потом, что ваше сущностное, если вы будете в этом упорны, оно вам покажет, насколько Яна права, вы потом это увидите с собой, услышите, это будет ваше внутреннее ощущение ответ. Спасибо большое, Яна, и я желаю всем успехов в пути без пути, от себя к себе, желаю всем сильнейшего намерения и глубочайшей правды себе. Яна, спасибо еще раз огромное. Я еще обязательно потом буду записывать видео, о том, что я ощущаю, что чувствую. Всем пока.